Когда исторически начинается Средневековье? Средневековое мышление, средневековое восприятие мира, оно было заложено в принципе-то раньше, чем в Средневековье как таковое наступает. В данный момент исторические какие-то границы – это весьма-весьма условная дата. Это первый момент, на который мне бы хотелось бы обратить внимание. Второе, Средневековье, оно действительно было проникнуто чувством, с одной стороны, ненависти к сексуальной сфере, оно было проникнуто страхом по отношению к сексуальной сфере. Сексуальная сфера рассматривалась как нечто дьявольское, нечто смущающее, то, что нужно отбросить от себя саморешительным образом. Сексуальность допускалась только в плане деторождения. Я бы сказал бы, определенной, ну, такой психической, я бы сказал бы, гигиены. Так писал апостол Павел, лучше жениться, чем разжигаться. То есть необходимо каким-то образом канализировать сексуальную энергию, но, конечно же, не в магическую сферу, по словам апостола, а ее необходимо канализировать в сферу исключительно социальной жизни, да? Лучше жениться, чем разжигаться. Чем вот объясняется такое недоверие к сексуальности со стороны Средневековья? Ну, прежде всего, да, можно это объяснить определенной фрустрацией Иона Осириса, да? Помните, я говорил про Иона Осириса, Иона Изида – это женский Ион, Ион Осириса – это мужской Ион, и вот Ион, в котором мы с вами живем, живем в его приближении, только живем в самом его начале, потому что он начинается в 2004 году, когда была неспослана книга закона, ну, понятно, о чем я говорю? В каком? В 2004 году. В 2004 году. А я сказал? В 2000. Да, я что-то зарепортовался. Это было новое свое впечатление, прием. Нет, 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 это некая Телеминская елесть. Да, в 1904 году, когда начинается Ион Гора, ну, наверное, вам уже об этом говорили, да? Это вам хорошо известно. Так вот, очевидно, вот эта неприязнь к женскому началу, неприязнь к Средневековье, она объясняется вот этой фрустрацией Иона Осириса. Исток этой ненависти мы с вами уже обнаруживаем, ну, все-таки не только в Новом Завете, даже уже в Ветхом Завете мы встречаем признаки этого недоверия к женщине. Но, вверх, через женщину, да, через Еву в мир входят как бы греха, да? Змея Эдема, хотя здесь есть тоже любопытные объяснения, очень глубокие объяснения, объяснения гностического характера, змея тоже изображали иногда в виде женщины. Да, вот женщины со змеиным телом, такой змея Дева Ехидны, которая протягивает яблоко Еве. Видите, тоже, опять-таки, соблазняющее женское начало. Но, в принципе, наверное, само отделение Евы от Адама порождает двойственность. Порождает двойственность, совершенно верно. Отделение Адам, да, Адам погружается в сон. Сон тоже воспринимался, состояние сна отцами церкви будет как некий учеб, как некое уже несовершенство. Одним, так скажем, из идеалов христианской церкви является бодрствование. Давайте вспомним, что монахам действительно предписывало состояние бодрствования, бодрствования Духа. Когда Христос исходит из Гефтиманского сада, где он молился Господи, пронеси надо мной чашу свою, он видит, что апостолы, то что они? Они спят. И он обращается к ним, неужели вы сейчас не могли не спать, когда их вот смолил сон. В эккризиасте говорится, да, сердце женщины умут, а руки ее оковут, да. Тоже, в общем-то, женщина воспринимается как некая ловушка, воспринимается как нечто опасное, как нечто вводящее в соблазн. Ну, вместе с тем, в песне песней мы видим другую тенденцию. Почти, я бы сказал, такая ветхозаветная тантра. Я просто с собой не взял текст для того, чтобы вам процитировать, но это действительно возвышенные, это прекрасные строки. Эта настоящая песня любви, конечно, она написана под очень сильным вавилонским влиянием, под влиянием вавилонской поэзии. Но, тем не менее, хотя впоследствии, да, церковь ее стала рассматривать в таком символическом форме, как любовь человеческой души к Богу и впоследствии как любовь Христа к своей церкви. Хотя здесь тоже любопытный момент, и, в общем-то, в чем-то они правы. Потому что же мы тоже сексуальные отношения, да, рассматриваем не только для того, чтобы получить там какое-то удовольствие, а для того, чтобы возвысить наши чувства до состояния божественности, для того, чтобы открыть в себе Бога. Собственно говоря, все эзотерические традиции, которые ссылаются на какие-то сексуальные практики, обращаются к сексуальным практикам, они, собственно говоря, и рассматривают, как я уже говорил, любовь как некий способ, да, обнаружения в себе божественности. И случайно же я говорю, вы должны своего партнера рассматривать как Бога, свою партнершу рассматривать как богиню, для того, чтобы практически, да, осуществить в себе этот союз мужского и женского начала. Да и вообще сама по себе вот ветхозаветная этика, она была проникнута чем? Она была проникнута в день деторождения, да. Хотя Христос уже в Новом Завете говорит, что есть там скобцы, которые разделись так вот от чрева материнского, а есть те, которые сделали слебя скобцами для Царства Небесного. Впоследствии эту максимум привратно поймут русские сектанты, скобцы, белые голуби, которые будут совершать над собой изувирский обряд оскопления. Да и Оригин, например, тоже привратно это понял, потому что он был один из тех, кто, да, взял и себя оскопил. Но, правда, было другое ведь христианство, о котором я уже говорил. Было гностическое христианство. В Евангелии от Филиппа говорится, что Христос любил Марию больше, чем своих учеников, и часто целовал её в губы. Хотя, конечно, идут сейчас споры, был ли гностицизм проникнут сексуальными мистериями, существовали ли там сексуальные мистерии. Противники гностицизма утверждают, что, да, гностики были развратниками, беспредельщиками, ну и так далее и тому подобное. Ну, то же самое, например, язычники говорили о христианах, таких вот ортодоксальных христианах. То же самое впоследствии христиане будут говорить о всех еретических направлениях. Там и о христововерах, о катарах, тамплиеров будут упрекать в ритуальном разврате. Это как бы общий приём различных религиозных групп по отношению друг к другу. Относительно гностицизма, ну, тоже здесь любопытный момент, очень интересный. Ведь одна из главных гностических идей – это идея падения Софии, выпадения её из Плеромы, отпадения её от Бога. Ну, каким образом Софию, да, можно вернуть назад, можно вернуть Плером? Через ритуал брачного чертога, по сути своей. Опять-таки, через то же сексомагическое, сексомистическое действие, когда возлюбленное возвращается к своему возлюбленному, когда прекрасный принц будет ото сна спящую красавицу. Вот вместе с тем действительно, ну, давайте я просто зачитаю высказывания отцов церкви, касающиеся женщин. Тартулян. Вы – врата дьявола. Вы – открыватели запретного древа, первые нарушители божественного закона. Вы совратили того, на кого не осмелился бы напасть сам дьявол. Вы разрушили образ Божий человека. Климент Александрийский. Становится стыдно при размышлении о том, какова природа женщины. Григорий Чудотворец. Один человек из тысячи может быть чистым. Женщина – никогда. Святой Бернард. Женщина – это орган дьявола. Святой Киприан. Женщина – это инструмент, который дьявол использует, чтобы завладеть нашими душами. Святой Бонавентура. Женщина – это скорпион. Святой Иоанн Дамаскин. Женщина – дочь лжи, страж ада, враг мира. Святой Иоанн Слатоуст. Из всех диких животных самое опасное. Вот это где-то. Женщина. Гордесть берет. Клевет. Я по-моему, гордесть берет. А может быть, кстати говоря, сейчас любопытно... Я уже сказал, это некая прострация, да, патриархального восприятия мира. Сейчас я договорю. Последнее. Женщина обладает ядом кубры и злобой дракона. Вот это вот женоненавистничество. Оно характерно, кстати говоря, не только для мировоззрения Средневековья. Я уже когда-то коснулся этого вопроса. Это очень интересно. И, кстати говоря, я об этом говорил на своей прошлой лекции, а вы как-то немножечко пропустили. Здесь, конечно, это все очень резко и очень злобно сказано. Но здесь есть, как ни странно, определенная доля правды. Вот то ли София, то ли Ира сейчас сказали, даже берет гордость. Кто-кто из высказаний? Да, все высказания. А, Ира, Ира. Да, еще раз. Я обращаюсь к высказыванию, его тоже упрекали, в женоненавистничестве этого философа. Тем не менее, женоненавистником он не был. Субтитры сделал DimaTorzok